Приветствую! Решил я потихоньку показать инструменты-станки, которыми я пользуюсь и которые еще не светились в моих видео. И начну я, пожалуй, с этой китайской дрели модели Sima CA28. Как ее правильно произносить? Сима, Шима, Чима или Зима, я не знаю. Уж точно не Ксима. Напомню, что в английском языке в словах, которые начинаются на букву X, начало звучит как ЗИ. Пару примеров заблуждений. Интеловские процессоры Xeon многие называют Xeon. В 90-х был сериал про Амазонку Зину, но у нас она была Ксеной. Однако, если вернемся к дрельке, то у нас транслитрация китайского названия английскими буквами. И тут не все так однозначно. Если брать пример с телефонов Xiaomi, то у нас, скорее всего, Сима. Пускай так и будет. Я думаю, китайцы не обидятся, если я не прав. Купил я ее с рук где-то год назад за приблизительно 120 долларов в задроченном состоянии. Приветствую. Дайвича мне за недорого удалось взять вот такой вот сериалный станочек на магнитном основании. Достался он мне раза в 2-3 дешевле его рыночной стоимости. Но, как видно, станочек, видавший жизнь. Он падал. Отключали электричество и получал небольшие повреждения. Повреждения незначительные. Но, что меня больше всего в нем напрягает, это шумность. Сейчас я его попробую включить, и вы услышите, как он ревет. Судя по всему, надо менять щетки, нужно менять подшипники. Короче, надо сделать ему ревизию. Ну, а сейчас предупреждение. Лучше убавить и громкость. Ну, вы все сами слышали. Движочек коллекторный. Но, тем не менее, он может работать тише, как мне кажется. Я не думаю, что он работал так изначально. Подушка эта магнитная работает очень хорошо. У меня столик весом около 100 килограмм. И я оторвать не могу. Только вместе со столом опрокидывается. Были убиты посадки подшипников на якоре и ушатана проводка. Механика была более-менее живая. Видно было, что она не раз падала. Люди работали без страховочного крепления. Стоит отметить, что подобный инструмент в наших краях достаточно редкий. И новый стоит достаточно дорого. Хотя ничего особенного в нем нет. В данном экземпляре используется коллекторный двигатель на 1,5 киловатта. Алюминиевый корпус с ластохвостом. Зубчатая рейка. И, собственно, электромагнит. Это все. Она крайне простая. Что я с ней проделал? Проточил и запрессовал втулку на якорь. Об этом есть видос на канале. Ссылка будет в описании. Далее проточил ламели. Заменил щетки. Ибо те, что я вынул, болтались на своих посадочных местах. То есть были заметно меньше. Сделал стальную крышку на мотор. Заменил перебитую пластиковую гофру на шланг от душа. Изначально хотел запользовать специальную электрогофру. Но не шел концевых заглушек для нее. Эта электрогофра заметно худшего качества, чем этот шланг. Фиксацию концов решил с помощью фурнитуры, которая есть в любом сантехническом магазине. Была заменена внутренняя проводка и силовой кабель. Это, собственно, все, что я проделал. Внешний вид получился немного стимпанковский. По-хорошему нужно еще заняться устранением люфтов ластохвоста. Но меня и так устраивает. Пиноль здесь имеет универсальный конус Морзо номер 3. Смена инструмента осуществляется путем вбивания клина. С одной стороны, это расширяет применение. Можно использовать много старой оснастки с коническим хвостовиком. Сверла, развертки, зенкера и зенковки. Патроны обычные и быстросменные. Различные переходные втулки. Конечно, в определенной комбинации это съедает полезный ход. Но с другой стороны, если бы пиноль была под стандарт Weldon 3,25, как на этом корончатом сверле, то мы бы не смогли использовать все это добро. С третьей стороны, неплохо было бы обзавестись этим самым переходником, чтобы использовать современные коронки. Возможно, когда-то сделаю или куплю. Обороты здесь фиксированные. 350 оборотов в минуту. Ход пиноли, вернее, ход самой дрельки, 180 мм. Ее вес 21 кг. Чего не хватает? Бачка СОЖ, подсветки, реверса и понижение оборотов. Но это все решаемо. Была бы задача, а решение найдется. Базы для всего этого и есть. Что касается бачка для СОЖ, я использую офигенно удобную комбинацию флакона из-под краски для волос и иглы для шприца. Расход жидкости получается экономным. Охлаждение в большинстве случаев достаточным. Я использую концентрат Blay SoCut, который отнюдь не дешев, и лить его сплошным потоком нет нужды. На крайняк можно было приспособить вот этот спрейер в режиме капельной подачи, чтобы жидкость подавалась самотеком. Подсветка решается фонариком, регулировку оборотов можно обеспечить семи сторонам регуляторов, а реверс через переключатели. Повторюсь, была бы необходимость, решение всегда найдется. Наиболее вероятный аналог этой СИБы на украинском рынке это Titan PMD28. Внешне очень похож, только полностью черный. Стоит он новый около 300 долларов. Ну и напоследок давайте сравним СИБы с более именитыми дрелями. У меня есть каталог металла за 2018 год. У других фирм по типу Bosch, DeWalt, Makita похожие позиции в каталогах. Итак, смотрим. Здесь есть три варианта. МАК-32, МАК-50 и комбинация мощной ручной дрели B32-3 и стойки М100. В первом варианте нам предлагают Weldon 3 четверти. Во втором, конус Морзе 2. В третьем варианте, вот оно тут, конус Морзе 3. Потребляемая мощность 1000, 1200 и 1800 Ватт соответственно. Выдаваемая мощность, как мы видим здесь в таблице, существенно меньше. Дырки, которые может делать первый дрель спиральным сверлом, 13 мм. Вторая 20, третья 32 мм. У меня 28 мм. Коронки не упоминая, для меня это не показатель. А вот то, что первой можно сделать отверстие всего лишь 13 мм, это очень мало. Обороты. Первая фиксирована 700 оборотов. Причем под нагрузкой в два раза меньше. Вторая от 100 до 450. Плавно регулируется, две ступени на переключение. Третья дрель от 0 до 470. Имеет три ступени. Вертикальный ход у всех трех одинаковый, 160 мм. Реверс присутствует только на МАК-50. О ценах. МАК-32 стоит 1500 долларов. МАК-50 2000. Комбинация B32-3 плюс стойка М100 стоит 2500 долларов. Выводы каждый делает для себя сам. Как быстро окупить себя БУ инструмент за 120 долларов? Или новую дешевую за 300? В сравнении с именитами за 2-2,5 тысячи долларов. Я вам больше скажу. Данная дрелька окупила себя буквально за два заказа. Хотя бралась она под очень специфическую задачу. Нужно было посверлить дырки в этой 20 мм стальной плите. Она габаритами 1000 на 400 мм. Такая плита требует очень большой сверлилки. Или же достаточно этой магнитной дрельки. Ну и напоследок давайте попробуем ей что-то посверлить. Так, магнит уже включен. Сталь 5 мм. Сверлотка на 14. Сталь 5 мм. Сталь 5 мм. На этом всё, спасибо за внимание, кому было интересно ставим пальцы и подписываемся на канал. Также не забываем заглянуть в мой инстаграм, там тоже бывают интересности. Всем пока!